У нас в гостях Алина Нестеренко, инженер административно-хозяйственного центра Октябрьской железной магистрали. Я подчеркиваю, что это Алина Нестеренко, но почему «Привет, Лиза»? Здравствуйте, привет, Лиза, потому что существует такой волонтерский отряд «Лиза Алерт» по поиску людей. И, соответственно, дань отсылку этому отряду был назван «Лиза». Так, Алина, а теперь давайте все подробнее. Есть проект, который придумали вы. Он стал победителем. В каком конкурсе? Что за проект? «Привет, Лиза» – это приложение для адаптации персонала. То есть, когда у нас приходит новый человек, ему будет выдаваться код специальный, через который он будет заходить в приложение и читать уже начиная еще до трудоустройства официального. То есть, когда его должность рассматривать, его кандидатура рассматривается, он уже сможет познакомиться с компанией и основные направления изучить его деятельности. То есть, подразделение, в котором он предположительно будет работать. Уже после официального трудоустройства ему будет расширяться интерфейс, он уже будет погружаться все больше и больше. То есть, мы, в принципе, просто систему адаптации перенесли в мобильную версию. То есть, это мобильное приложение? Да. А человек приходит, который собирается у вас работать, рассматриваете, вы устанавливаете, даете ему это приложение? Да, отдел кадров. А, отдел. Отдел кадров. То есть, у нас отдел кадров так и отвечает за адаптацию персонала. То есть, мы ведем план адаптации. Здесь все это будет то же самое, только в телефоне. У него будет забит план адаптации, то есть, после официального трудоустройства человек увидит расширенный интерфейс, зайдет, посмотрит, уже будет там план адаптации, варианты сдачи курсов СДО и так далее. То есть, уже просто будет закомпонованная система в одно маленькое приложение. Все, что может быть полезно. Когда ты приходишь в компанию, особенно если ты никак никакого отношения к компании не имел, не учился в университете соответствующем, то у тебя случается шок, потому что очень много непонятных лабератур. Ты сидишь и вроде как, ну, ты пытаешься влиться, да, но один раз, два раза, три раза повторяешь название отделов, но это очень сложно запомнить. Филиалы, что выше, что ниже, куда, что, зачем, почему. Для тебя это просто как новый мир. Действительно, огромный новый мир, который нужно изучить. Очень много всего полезного, но чтобы добраться до полезного, тебе нужно самому пройти через поиск информации и так далее. Все, что мы сделали в этом предложении, это просто упростили работу как самого человека новенького, да, новичка, который к нам приходит, так же, как его наставника. И самое дело, пробовать с персоналом, потому что это их обязанность адаптации, то есть они следят за процессом адаптации, и план адаптации помогают писать. Так, отлично. А как произошло? Сколько времени от идеи? Как вообще пришла идея такая? Идейным вдохновителем была наша руководитель, нашего отдела по учету персонала, Патин Сонина Ивановна. Она, когда мы увидели возможность регистрируется на форум, мы сказали, девочки, вперед, давайте подумаем, что, как, зачем, почему. Это было совместное решение, которое мы уже в дальнейшем развивали с Яной, с участницей моей команды вместе, потом еще к нам присоединился Никита, и втроем мы дошли до финала. Три человека. Сколько времени вам потребовалось на создание программы? Мы создавали прототипы, не программы, поэтому это было буквально в течение недели между заданиями, так как у нас форум был от момента создания идеи, потом идею выбирали ребята, ставили лайки, добавлялись в команду, как к нам попал Никита, потому что изначально мы с Яной были вдвоем. Потом, впоследствии, каждый пятницу у нас был созвон, у нас был форум, и после форума мы обсуждали, снова делали домашнее задание, и вот как раз-таки прототип являлся одним из домашних заданий. Мы его подготовили, чтобы участвовать дальше, топ-8 было, топ-20 и топ-8, уже нужно было презентацию делать, чтобы показать, что именно мы хотим, потому что одно дело сказать на словах, ой, там будет такой-то раздел план адаптации, можно будет посмотреть план здания, и совершенно другое — это увидеть воочию, понажимать на кнопочки, то есть мы показывали, как это будет работать, и у нас довольно-таки человечный интерфейс, то есть в этом и вся суть, чтобы максимально комфортно было новому человеку. Вы с таким предложением, с такой идеей, с оформленным подошли к конкурсу. Конкурсные дни, онлайн-дни, как всё это происходило? Мы не ожидали, начиналось всё это, ну, действительно, момент подачи заявки на форум. Я была два с половиной месяца работала здесь, и, естественно, никаких целей на победу не было. Не то, что естественно, но подразумевалось, что люди с опытом большим, чем у меня, или взаимосвязаны как-то вообще с РЖД, они способны, наверное, более точно предугадать, что нужно, что действительно может быть полезно. Я основывалась чисто на своих, вот как я пришла, новичок, и ничего не понимая, собственно говоря, на этих пониманиях я основывалась. В итоге мы, когда прошли в топ-20, это было удивительно. Топ-8, это просто уже всё, мы говорим, ну, прямо молодцы, это прям вышка, и, в принципе, на этом уже можно, ну, как бы, если дальше не пройдём, ничего страшного, смотрите, чего мы уже достигли, это очень здорово, мы молодцы. Когда мы прошли в топ-2, это был шок, и всё, тогда уже прямо мы были нацелены на победу, вот, без вариантов, то есть, вариант проиграть этого не было, мы сказали, всё, ну, как бы, у нас такое классное предложение, судя по всему, оно понравилось многим людям, оно понравилось в нашем жюри, и, соответственно, мы должны уже победить, чтобы о нём узнали многие, и чтобы это предложение, наконец-то, реализовать. Какое значение. Так, хорошо, какое будущее у этого приложения? Что дальше? Мы надеемся, что будущее есть, пока информации по этому поводу не поступает. Как нам объясняли во время форума, что далее с нами свяжутся, мы у нас уже пригласили на учёбу в корпоративный университет на первую ступень, мы надеемся, что будут какие-то подвижки, действия, потому что это приложение, которое очень нужное, оно уже существует в некоторых больших компаниях, и оно действительно помогает, если они всё ещё не отказались от него, значит, от него есть польза. Как коллеги поздравляли вас, вашу команду? Коллеги смотрели объявления результатов, тут аплодировали. Если честно, из-за того, что немножко тормозило у меня просмотр, я не поняла, что происходит. У меня просто был включен ноутбук, где я была в Зуме, вот в зале ожидания, а на телефоне шла трансляция. И просто в какой-то момент я вижу, что с Зумом что-то происходит, меня перебрасывают в какой-то зал. Я в этот момент начинаю понимать, что, видимо, что-то произошло. Тут же на телефоне я пытаюсь открыть чат, потому что в чат посыпались «Ура! Поздравляем! Вы молодцы!» И параллельно я слышу фразу «Привет, Лиза!» Я даже не слышала своего имени, вообще ничего. Я слышала «Привет, Лиза!» и просто побежала к стенке, потому что нужен был красивый задний план. И я перемещалась по квартире с ноутбуком, я побежала с ноутбуком без стула, стояла вот так, чтобы был красивый задний план. И мне подружка стул подсовывала. «Держи, садись, все нормально». И это было... Я была в шоке, скажем так. Это были очень-очень-очень приятные новости. И коллеги были тоже в восторге. Писали, звонили, поздравляли. Все прошло очень дальше. Я тоже тебя поздравляю. Алина, выходит, что ты только пришла. Уже такая родилась идея, идея победила. Это говорит о том, что все идеи нужно обязательно упаковывать, представлять, не сдерживать себя. И тем более на сети российских железных дорог, вообще в компании российских железных дорог, действительно молодым дорога. Вот ты почувствовала это на себя? Да, я почувствовала, и я была удивлена, потому что как много можно многого достичь, особенно молодым, что есть такие вещи, как форумы, возможность общаться. У нас был... Мне было раздельно очень... Само приложение, в котором мы участвовали в форуме, то есть корпоративного университета, оно действительно очень грамотно проработано, очень интересно и удобно для использования. Я бы никогда не подумала до момента, пока не стала участвовать в форуме, что такое вообще может быть. Огромное спасибо тебе. Огромное спасибо тебе за твою идею такую прекрасную, за победу, спасибо. И я уверена, что это у нас с тобой не последний разговор, потому что еще много чем будем гордиться от тебя. Огромное спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.